26 апреля исполняется 33 года со дня крупнейшей радиационной катастрофы 20 века – аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Помогали справиться с последствиями аварии всем миром, но основную тяжесть на себя взял, конечно, Советский Союз. Среди лужан живет немало ликвидаторов атомной катастрофы, а раньше их было еще больше. Первую организацию ветеранов Чернобыля в Луге создали в 1993 году, когда вернувшиеся домой ликвидаторы поняли, последствия работ на зараженной территории останутся с ними навсегда. Создавалась она по инициативе бывшего, он был военком, потом он был начальником комендатуры Лужского гарнизона Остроков Михаил Петрович. Он занимался с военкоматом, то есть у него были списки участников ликвидации, которых призывали через военкоматы, те, которые были призваны через Министерство обороны, то есть он владел этой информацией. А так как мы с ним общались, ну мне приходилось, нас тоже призывали через военкомат, и я с ним там общался, он предложил, давайте мы объединимся, скажем, в Лужском районе, в Лужском гарнизоне, как ветераны-ликвидаторы. Разослали письма, то есть были адреса, соответственно, рассказали письма, предложили людям, встретились, и было принято решение все-таки, значит, создать эту организацию, ее создали. На 93-й год удалось найти 142 участников ликвидации Чернобыльской аварии. Организация занималась поддержкой ветеранов катастрофы, организации медицинской, юридической и финансовой помощи ликвидаторам и их семьям. Например, как это неудивительно, с 2004 года ликвидаторы аварии на ЧАЭС потеряли статус ветеранов. Их приравняли к лицам, просто находившимся на зараженной территории, словно забыв о том, что на эту территорию их отправила собственная страна. Ну, согласно у нас 122-го ФСЗ, очень большое количество льгот было урано. Россию же, да? Вот. И, соответственно, приходилось, а люди болели, вот, люди обращались и в органы государственные, в органы Минздрава, и везде был, скажем, отворот-поворот, но простым языком. Поэтому организация в основном занималась, то есть даже судебными вопросами, то есть решением судебно, свой юрист, юрисконсульт занимался, он находится в Питере территориально, то есть писались заявления и, соответственно, разбирались вопросы, вот, льгот, выплат, компенсации через суды. Также организация лужских ликвидаторов помогала тем, кто фактически участвовал в работе на разрушенной атомно-станции, но по каким-то причинам не получил статус ликвидатора из-за ошибок в документах или бюрократической волокиты. Работала лужская организация чернобыльцев до 2009 года, а после прекратила существование. Один из руководителей уехал из Луги, другой, Сергей Киреев, был вынужден прервать работу из-за проблем со здоровьем. Два года назад, в 2017-м, Сергей, несмотря на немалый же возраст, ему было 63 года, смог вновь возобновить деятельность лужского отделения Союза Чернобыль. К этому времени в живых осталось только 72 ликвидатора. Почти половина из них имела серьезные проблемы со здоровьем. Сейчас организация пытается восстановить льготы ветеранам Чернобыля и к детям, которые тоже зачастую имеют патологии. Основная задача, чем сейчас занимаемся, пока она не решена, чтобы нашу категорию официально ввели в закон о ветеранах. Тогда это будет все-таки статус. Мы можем решать вопрос. Дело в том, что у нас есть, скажем, профессиональные вещи, заболевания, которые там на предприятиях где-то. Мы вооруженные силы не берем, почему? Миноборона там у них своя структура, то есть свои решения вопросов. А для гражданских, тех, которые ликвидаторами были призваны с предприятий, через военкоматы, значит, да, вот мы, вот выплаты по возмещению вреда, то есть, ну, очень много, я сказал, болеет, то есть на инвалидности, да, вот. Если по профзаболеванию на сегодняшний день, скажем, официально выплата государством порядка, ну, если по первой группе брать 72 тысячи, я не верю, сколько, да, 72 тысячи. У нас то же самое, но возмещение, полученное при выполнении обязанностей, куда направляла Родина конкретно, да, вот, 28 тысяч. Есть разница 72, 28 тысяч, да, вот, то есть, если мы будем иметь статус, соответственно, вот эта вот граница, да, они, ну, я не знаю, как будет Минфин решать, но, по крайней мере, мы можем выйти на этот вопрос. Активно работает Лужская организация ликвидаторов с местным советом ветеранов. Включила в себя организацию ветеранов в подразделении особого риска. Военных, устранявших аварии на атомных подводных лодках и кораблях, служивших на атомных полигонах. Я скажу прямо, вот, Каванов Леонид Саныч, то есть, он пошел навстречу, я с ним разговаривал, да, то есть, честно говоря, честно говоря, да, он говорит, неважно, то есть, ну, так как человек прошел тоже Анголу, он и воевал, он понимает, что такое. То есть, Чернобыль – это та же самая война, только невидимый враг, скажем, да, тот, который, ее и называют. Вот у нас книжка «С Чернобыль не объявлена война» на самом деле. Вот. И он, вот, действительно подошел по-человечески и, собственно говоря, после этого мы вошли в совет ветеранов. Создан реестр ликвидаторов и переселенцев, живших на территории современной зоны отчуждения и переселившихся в Лужский район после катастрофы. Таких у нас живет около полутора сотен человек. На мемориале павших героев при поддержке областных депутатов, местной администрации и управляющей компанией ВЕК, был установлен памятный знак жертвам радиационных катастроф. Была издана книга «Живы еще ветераны», за которую Центральный совет организации «Союз Чернобыль-Россия» наградил Лужан дипломом. Готовится к выпуску еще одна памятная книга с воспоминаниями лужских участников ликвидации чернобыльской катастрофы. Благодаря активной деятельности Сергей Киреев был избран председателем областной организации ликвидаторов. Устраиваются встречи ликвидаторов из разных городов и даже стран. Очередная такая встреча состоится 26 апреля 2019 года на мемориале павших героев в 13 часов дня.